В сети с событиями на Украине резко активизировались хакеры. Группировка, называющая себя украинскими анонимусами, заявила о взломе почты американского военного чиновника, находящегося сейчас в Киеве. Ну а сегодня дидос-атакам подвергся целый ряд российских СМИ, ресурсы ВГТРК, Первого канала, российской газеты, а также, по некоторым данным, некоторые правительственные сайты. Сейчас выясняют, кто это мог сделать. По предварительным данным, атака была инициирована из-за рубежа. Продолжит тема Николай Скалов. Это не иначе, как новый Викилик, столько меньших масштабов. В истории хакерской атаки на почтовой ящике высокопоставленных чиновников США и Украины появляются новые подробности. В сети заработал целый сайт, разоблачающий политиков и военных чиновников, которые собирались устроить провокации в Крыму накануне референдума. В несколько украинских редакций еще вчера попали письма со взломанных почтовых адресов якобы двух высокопоставленных военных чиновников США и Украины. Полковника генштаба Игоря Процика и помощника американского военного атташе на Украине подполковника Джейсона Грэша. В своей переписке американский военный напоминал, что в Вашингтоне ждут решительных действий в Крыму и что пора бы выполнить план по провокациям на юго-востоке Украины. Это создаст благоприятные условия действиям Пентагона. И вот сегодня уже точно можно говорить, что персонажи, о которых говорили хакеры накануне, личности вполне реальные. Одному из интернет-СМИ после публикации о нем статьи Игорь Процик ответил за своего служебного адреса. Того самого, переписку с которого опубликовали, заявляет, что письма военному из НАТО писал не он. Подлинность своего электронного адреса igor.procek.gmail.com подтвердил сам полковник в переписке с CNews. По его словам, непосредственно перед отправкой скандальных писем 11 марта этот аккаунт был взломан с IP-адресов в Малайзии, Франции и Германии. Переписку с CNews полковник вел со своего служебного e-mail в Минобороны Украины. Еще вчера у Процико был свой аккаунт в российской социальной сети «Одноклассники». Там военный, не стесняясь, указывал место работы – НАТО, штаб-квартира в Брюсселе. Но сегодня такого профиля уже, как видно, нет. Все следы тщательно убираются. Но переписка Процико, судя по всему, останется здесь надолго. И уже успели скопировать десятки сайтов. На этом сервисе уже более 100 писем. Всплывают удивительные подробности и появляются в этой истории новые фигуры. Причем совершенно другие страны. Если до этого здесь фигурировали Украина и США, то теперь даже в истории появляются и Финляндия. В почтовом ящике полковника генштаба Украины присланы ему отчеты о переписке некого полковника Юхани Пихлояма. Фигурирует как аташе по вопросам обороны посольства Финляндии в Москве. Но пишет он, если верить данным хакеров, о встрече на высшем уровне не в российской столице, а в Киеве, представителей Финляндии и Украины. Сообщает об успехах встречи сотруднику главного управления военного сотрудничества с Западной Европой и Северной Америкой Алексею Ноздрачеву. Здравствуй, Алексей. Только если ты не видел, я высылаю тебе подписанные на высшем уровне окончательные декларации, опубликованные 3 марта. Версии на русском и английском языках. Тот самый Юхани Пихлояма действительно существует и занимает указанную должность. Все его контакты доступны в письме, которое опубликовано в ящике Игоря Процека. Но по телефону Аташе по военным вопросам в Финляндии сообщил, что такого сотрудника Генштаба Украины не знает и писем не посылал. Здравствуйте, Юхань. Вы по-русски говорите? Да, да. Вас беспокоит телевидение, телеканал Россия 24. Вот мы увидели в интернете переписку вашу с неким господином Игорем Процеком. Вот как вы можете прокомментировать? Вообще знаете этого человека? Нет, не знаю. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки там даже ваши мобильные телефоны указаны, вот мы этот телефон там и увидели. То есть вы никогда не видели этого человека, хотите сказать, что с ним не знакомы? Вы Игорь? Да, Игорь Процек. Процек. Нет. Есть и другие ранее хорошо известные личности, письма которым отправлял и Джейсон Греш, и Игорь Процек. Вот что пишет Греш своему украинскому другу Игорю. Прекрасно. Тестовый звонок в 12.20. Реальный звонок в 12.30. Номер 2440813. Он верный. Генерал-майор Галпатюк будет здесь в 12.20. Леонид Галпатюк, генерал-майор, начальник управления Евроатлантического сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Его военная биография очень интересна. Накануне Оранжевой революции, еще в 2004-м, он занимал уже пост в Генштабе и имел отношение к интеграции Украины в НАТО. Вот что тогда рассказывал в интервью местной прессе. Следующим уровнем сотрудничества может стать план действий относительно членства. Мы прошли с НАТО большой путь практического сотрудничества. Во многих случаях при этом чувствуя себя больше, чем партнерами. В Вооруженных силах Украины значительное количество офицеров уже имеют евроатлантическую ориентацию. В этих многочисленных письмах хорошо прослеживается американский след. Подробные схемы провокации, скорее всего, обсуждались на личных встречах, которых сообщается в электронной почте. Ящик на gmail.com с точки зрения Америки безопасен, так как этот почтовый сервер принадлежит США. А значит, те, кто переписывается, были, скорее всего, уверены в невозможности обнародования этих данных в России. При этом о тесных связях военных Украины и США знали еще в бывшем руководстве службы безопасности Украины. В интервью ВКТРК бывший начальник ведомства Екименко сообщил, что кровавый план Майдана 2014-го вынашивался, судя по всему, давно. Здесь есть только одна сила, кому это все мешало, я уже говорил, что это Соединенные Штаты. Только их не устраивало соединение Европы, Украины и России. Только их не устраивает таможенный союз, только их не устраивает, что Европа объединяется и расширяется. Только их не устраивало движение Украины и определение Украины как страны, которая могла выступить последником между... И соединение, можно так говорить, мостом между Европой и Россией. В переписке, которую выложили хакеры мировой организации Анонимус, фигурируют и нынешние лидеры правого сектора. Именно на них, согласно почте, возложена обязанность по инсценировке вооруженного нападения русским спецназам на украинский аэродром в Мелитополе. Активист правого сектора Василий Лобайчук шлет письменный привет своему другу с инструкциями. Олег, нужно срочно пошуметь от имени москалей на аэродроме в Мелитополе. Это надо сделать до 15 марта. Сам понимаешь почему. Прежде всего, тебе надо связаться с Пашкой Тарасенко. Ты его должен знать. Он из местной свободы и владеет темой. Подготовкой профессионалов штаты занимались давно. По информации Службы безопасности Украины, специальные лагеря, где с молодежью работали военные НАТО, действовали на территории Прибалтики и Польши. Там была подготовка молодежи к боевым действиям. Где использовались различные виды автоматического оружия. Но оно сейчас не боевого оружия, а сделанное под автоматическое оружие. Где использовались различные методы подготовки. И инструктора там были тоже из бывших сотрудников спецслужб. Как относиться к опубликованным сведениям в интернете вопрос. Но страны, которые фигурируют в них на высшем уровне, опровергнуть эту информацию не могут. Тем временем на серверах крупнейших российских СМИ, в том числе и на сайты ВГТРК, сегодня случилась хакерская атака. Кому-то очень не нравится публикация компрометирующих сведений на популярных новостных ресурсах. Николай Соколов, Вести.